Приветствую вас, дорогие телезрители! Вы смотрите нашу самую добрую, пушистую рубрику «За нами хвост». Из всех пород собак, наверное, самой милой является порода шпиц. И сегодня мы поговорим с владелицей такой собаки Юлией о том, как правильно ухаживать за породой. Юль, привет! Расскажи нам о своем питомце. Это порода немецкий шпиц. По своим характеристикам это очень подвижная, очень добрая, очень милая, самая милая собака. Это мальчик, его зовут Марк, ему 5 лет. Юль, расскажи, а сложно ли ухаживать за такой собакой? Ну, на самом деле, несмотря на то, что, как мы видим, у него такой богатый подшерсток, и кажется, первое впечатление, что дома будет бардак, будет шерсть, на самом деле это не так. Клиника происходит всего два раза в год, и достаточно одного раза в неделю расчесывать его и мыть, для того, чтобы поддерживать его в аккуратном состоянии. Ну, естественно, груминг, то есть стрижка. Может быть, стрижка чисто декоративная, только для того, чтобы подчеркнуть форму, как шарик сделать. Можно сделать стрижку более короткую, сделать его более похожим на медвежонку, но в данном случае, нам кажется, что зимой уместна именно такая форма шерсти. А вы сами справляетесь с уходом или ходите к специалистам в специальный салон? На самом деле, чтобы справляться с уходом, за такой породой ничего особенного не требуется, можно вполне это делать самостоятельно. Но когда мы ходим на выставки, а периодически мы их посещаем, естественно, мы обращаемся к специалистам, они уже проводят все необходимые процедуры, мойки шампуни, кондиционеры, лаки, какие-то дополнительные стрижки лапок и всё прочее, чтобы это уже непосредственно профессионально подготовить. А так в домашних условиях достаточно обыкновенного шампуня для собак такой шерсти, феном высушиваем и необходимой расчёски. Ну, по крайней мере, ему очень нравится, он очень любит вводные процедуры. Юль, расскажи, а что он любит кушать? По поводу еды. Все собаки разные, и от породы, в принципе, не зависит, какая собака что любит, но вот этот любит есть всё подряд. Это может быть сухой корм, могут быть консервы, могут быть какие-то домашние заготовки, в том числе обязательно лакомства, что касается непосредственно и ухода. Для того, чтобы поддерживать зубы в хорошем состоянии, обязательно нужно покупать специальные косточки, для того, чтобы и с желудком всё было в порядке, и с зубами, помимо дополнительных процедур в виде стоматолога, иногда. А так, еды достаточно для того, чтобы зубы поддерживать в нормальном состоянии. Спасибо, Юля. В заключении мы просим тебя дать какой-то совет или небольшое напутствие тем, кто, может быть, хочет завести себе такого же питомца. Ну, можно с уверенностью сказать, что, наблюдая за этой породой, это исключительно добрая порода, очень ранимая порода, требующая внимания, поэтому люди, которые заводят таких собак, и, в принципе, как любое животное, должны быть крайне внимательны. Я могу сказать, что это практически лучшее, что мы приобретали, потому что это не только животное, это действительно полноценный член семьи. Ну, а вообще, конечно, помимо таких красивых собак, нужно не забывать и о бездомных. Так что, если есть возможность, берите из приютов животных. Продолжение следует...